мы потеряли мы потеряли корни то есть это опять же общие слова но вот я знаю по себе у меня я не очень глубоко знаю собственный род потому что у меня были постоянные переселенцы кто-то сгибал в лагерях кто-то умер в войну и так далее и вот это вот ощущение незнания то есть когда ты как когда ты не опираешься на собственную землю вот в этот момент ты теряешь силу ты теряешь ты теряешь силу сопротивления тем самым людям которые говорят себе вот мы великие мы захоронили свою историю культуру мы знаем как правильно жить мы знаем как правильно строить государство вот и это что и вы вы ничего нам не можете противопоставить вот незнание собственной культуры она обрекает человека на рабство в конечном итоге на рабство в самом плохом смысле этого слова то что мы можно быть рабом божьим и кстати церковь в этом смысле и помогает человеку выживать потому что лучше я буду рабом божьим рабом тех кто объявляет себя сильными народ может превратиться в народную массу 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 а это немножко другое да то есть масса людей у которых у каждого из которых что-то в голове свое у них нет единства у них нет единого поля взаимопонимания нету единого языка на котором бы они друг друга поняли потому что язык вещь очень гибкая и люди начинают говоря на одном языке даже перестают друг друга понимать атомизация такая происходит людей каждый сам по себе а если мы забываем народную культуру традиционную культуру и духовную и и народную то конечно это очень опасно для страны для для государства это очень опасно я не думаю и не верю что люди просто вот так взяли и забыли свою культуру знаете это следствие во многом определенной совершенно государственной политики русский народ который в основе своей православной он к власти относятся всегда с уважением он ее поддерживает склонен больше поддерживать чем идти против нее и поэтому он ей верит и когда в определенные моменты русской истории вот по каким-то соображениям народная культура начинала вот начинали ее как-то дискредитировать это было например после войны когда нужны были руки для строительства разрушенных городов для восстановления хозяйства начался отток молодежи из деревни для того чтобы люди более охотно ехали в города вот стал просто искусственно создаваться образ вот это отсталый темные грязные деревни и люди стали стесняться своего происхождения они стали его скрывать и это по-настоящему вообще то вот это был самый тяжелый удар который был нанесен по народной культуре в двадцатом веке потому что после этого деревни обезлюдили там остались только старики и вот следствие то мы наблюдаем сейчас ведь россия всегда была преимущественно сельскохозяйственной и деревенской страной сельской и вот когда мы видим умирающую деревню очень во многих местах то это вот трагедии поэтому я думаю что людей склонили к тому чтобы забыть эту культуру но как говорится никогда не поздно пока человек жив он всегда может вернуться к этому знанию все дороги перед ним открыты этот вопрос я бы переформулировал что мы теряем забывая культуру это точнее будет потому что когда мы сознательно мы не забываем и не теряем ее но мы терять начинаем и и когда мы увлекаемся своими страстями тогда мы теряем и культуру тогда мы теряем и правду божию тогда мы теряем искру божию в нашем творчестве в нашем проявлении во всех отношениях и в художественном творчестве проявлении себя в общественной жизни в любых областях мы теряем искру божию и теряем смысл существования вот и все если бы не было современного фольклорного движения если бы не было стремление познать свои корни если это стремление не увеличивалась сейчас масштабах же появляется таскать второе третье поколение уже появляется от тех людей которые обратили внимание на собственную уходящую культуру стали каким-то образом существовать с этим знанием сложно говорить о том что возрождается комплекс традиционной культуры да я говорю могу говорить только от себя лично потому что занимаюсь музыкальной культурой традиционной вот комплекс традиционной культуры это действительно очень важная и существенная тема но даже если мы вырваны из контекста будем брать музыкальный аспект декоративно прикладной аспект там событийный обрядовый аспект мы уже стоим на пути и и кого-то да возрождение что мы теряем если мы теряем традиционную культуру мы теряем себя я не представляю такой ситуации я ее не то чтобы боюсь я просто даже не допускаю в мыслях что мы можем потерять собственную культуру то что достаточно еще хорошо развит и жив у нас инстинкт самосохранения мы не можем раствориться в этом мире не должны слишком велика ответственность во первых перед нашим народом как мне кажется вот и слишком много поколений для нас до слишком много поколений до нас формировала эту базу вот чтобы мы просто так смогли от нее отмахнуться и сказать что она нам не нужна и что жизнь наших предков была совершенно бессмысленно ушла в песок если ну даже не вооруженным взглядом для тех людей которые может быть далеки от понимания того что есть традиционная культура даже даже то что содержится в наших школьных программах то что мы наследуем сказать даже в наших классической музыки наши классической литературе в нашей классической русской философии вот в нашей вере православной даже этого хватает для того чтобы сохранить традиционность русскую потому что и православие русская она базировалась на знаний традиционной культуры она шла как бы в ровень с нею сливаясь периодами вот и русская литература базис на опиралась на традиционную культуру и пласт русской классической музыки в лице наших великих русских композиторах известных всему миру точно также опирался на свою собственную традиционную музыку поэтому все эти коды которые содержались традиционной культуры они были восприняты они существуют нашем сегодняшнем мире поэтому даже человек не знающий тонкостей традиции народы там сельской и так далее он подсознание он все равно на уровне кодов к этой культуре принадлежит он не может от нее оторваться вопрос только в том что можно чуть-чуть раскрыть для себя это знание чуть шире чуть глубже познакомившись с традиционной культурой